Привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал, посвященный косметике и красоте, и добро пожаловать в очередное видео декабря. В течение этого месяца я выпускаю ролики каждый божий день, и сегодня у нас в эфире вторая версия расслабления, поговорим о моих продуктах для губ. Покажу вам свои помады, блески, тонированные бальзамы, жидкие матовые помады и в принципе все цветные продукты для губ. Не буду показывать, только уходовые бальзамы, но я их в общем-то и не расслабляла, нет в этом никакого смысла. В общем, не откладывая в долгий ящик, поехали. Итак, это моя коллекция продуктов для губ. Они у меня здесь, в этих органайзерах, все рассортированы по цветам, но не помещаются почему-то в кадр. Тут у меня еще всякие дополнительные, так что я сейчас из кадра уберу и буду просто по цветам доставать по рядам и рассказывать вам, от чего я избавляюсь, а что оставляю. Вообще, я решила, что начать надо с карандашей для губ. Скорее всего, я ни от чего избавляться не буду, но я хочу просто посвочить, чтобы понять, все ли с ними в порядке. Малиновый от Кика, красный от Катрис, ну, вроде еще нормально. Шарлот Тилбери, смотрите, какой прикольный. Акрывелла, кривой карандаш, стоял у меня вертикально в стаканчике, ничего с ним не происходило. У всех, наверное, блогеров, они лежат горизонтально, потому что я никогда не слышала, чтобы что-то такое говорили. Оттенок Bad Romance, я, честно скажу, я не влюбилась в эту формулу, я не понимаю, почему все так ее превозносят. Карандаш как карандаш, не знаю, не понимаю. Вот этот вот, допустим, от Essence, Sucker for Grey, он, конечно, туговат, но зато какой у него цвет феерический. Ну, правда, у Bad Romance тоже феерический, но, скажем, у них же разница в цене почти в 10 раз. Конечно, этот более кремовый. Ну, ладно, окей, Essence суховатый карандаш, признаю. Ну, вот давайте я возьму Art Deco, и он тоже очень даже кремовый. Прекрасный карандаш. Вообще, вот эти вот карандаши Waterproof от Art Deco мои самые любимые. Жалко, у них маловато... Слушайте, вот этот... Ну, ладно, он еще рисует, но вообще вот этот надо новый покупать, уже становится неудобно им пользоваться. 32-й теплый оттенок. Вот удивительно, что теплый оттенок у меня расходуется быстрее, чем холодный. Хотя, казалось бы, я же больше холодные оттенки люблю. И Lavender & Lace от NYX тоже очень-очень даже хорош. И у NYX огромный выбор, даже больше, чем у Charlotte Tilbury. Гораздо больше такой, примерно, как у Mac. Все нормально работают, все оставляю. Самая простая категория – персиковые оттенки. Здесь я сейчас буду жесточайшим образом избавляться. Во-первых, вы видели, возможно, в разочарованиях блеск, откуда в оттенке Snobby оказался удивительно ужасным. В общем, большое спасибо подписчице, которая мне его прислала на попробовать, которая мне его подарила. Собственно, не просто прислала, а подарила. И дала возможность мне попробовать его в миниатюре, а не покупать сразу полноразмер. Потому что я была бы очень сильно разочарована, если бы я купила вот этот вот блеск за свои кровно заработанные деньги. Это жесть какая-то. Я не знаю, все ли блески ухуды такие. Вот они, смотрите, они с Pet Magrat смотрятся почти одинаково. А это, блин, давайте я посвочу. Это просто небо и земля по качеству. Хотя от Pet я тоже хочу избавляться, откровенно говоря. Ну, это же просто две большие разницы, как говорят в Одессе. Ну, совершенно. Короче, от Huda я 100% избавляюсь, но на самом деле я от Pet тоже буду избавляться. Просто мне нравится формула ее блесков, но просто этот оттенок, во-первых, не то. Что я ожидала, он очень прозрачный, и в нем такие очень холодные искорки. У меня никогда не тянется к нему рука, честно говоря. Это не самая любимая формула моих блесков, но на хорошем счету. У меня есть еще один блеск от Pet в пыльно-розовом оттенке, но вот этот, как бы, сочетание не самой моей любимой формулы и вот этого шиммера странного, и того, что у меня не тянется к нему рука. В общем, я решила, что я от него буду избавляться. И, кстати, на самом деле, не могу сказать, что я не рекомендую блески от Pet, но мне еще поразило, что у них, насколько люксовая упаковка у помад, настолько простецкая совершенно у блесков Pet. И последний продукт, от которого я избавляюсь, это вот этот блеск от Urban Decay. Он называется оттенок Snitch, и он всегда был слишком пигментированным для меня. Я его купила, когда коралловый, Пантон назвал коралловый цвет цветом года, и мне захотелось что-то коралловое. Я очень любила всегда эту формулу блесков от Urban Decay, и даже парочку закончила из них до конца. Но с этим у меня никогда... О, блин, пахнет он просто потрясающе. Но он вот слишком пигментированный на мой вкус. Оттенок на самом деле тоже не особо мой, не особо мне подходит, но ради цвета года я хотела иметь его в коллекции. Но сейчас я понимаю, что, опять же, не тянется к нему рука. И оставляю вот эти два продукта. Один корейский, такая персиковая помадка, бальзамная I'm Meme. И второй это Hourglass оттенок I've Kissed, который у них на сайте заявлен как пыльно-розовый, и даже Dusty Lilac, по-моему. Но это вообще нифига не Dusty Lilac. Не знаю, кто там у них снимал свотчи и подбирал описание оттенка. В общем, вот эти два оставляю, от этих трех избавляюсь. И мне остро нужно что-то в персиковую категорию добавить. А, ну говоря про персиковую категорию, я сразу расхламлю и вот эти вот три блеска для губ от марки Beauty Bay. Один из них как раз персиковый, второй бронзовый, и третий прозрачный с голографическими блестками. Не понравились мне по запаху категорически, и поэтому тоже избавляюсь от них. И в категории персиковых блесков у меня появился вот этот вот оттенок Remy. Это трио от марки Rowan. Все три их оттенка. Remy, Charlie и Scott. Не знаю, как правильно это читается. Короче, я, честно говоря, рассчитывала, что Remy будет более персиковый, а он вот такой скорее как на картинке бежевый. Но он мне все равно очень нравится, и он у меня, наверное... Хотя я не знаю еще, в какую он у меня категорию пойдет. Ну, в общем, есть у меня что-то. Но вообще у меня с персиковыми блесками, я бы сказала, засада. Мои красные. Тут все очень просто. Я все люблю, обожаю. Мне все очень нравится. Это оттенок My Icon от Hourglass. У меня всего четыре помады. Две просто в рефилах и две в кейсах. И этот красный я обожаю. Понюхала, чтобы точно знать, что не испортилось. Потому что это самая старая помада Hourglass в моей коллекции. Но, тем не менее, с ней все в порядке. Это двусторонняя помада от Chanel. Надо ли еще раз говорить про эту формулу? Надо ли еще раз ей петь дифирамб? Думаю, не надо. Вот эту помаду от MAC я расхламляю. Это лаковая помада, которая практически на губах идентична вот этой. То есть это ярко-красный, очень холодный цвет. Настолько холодный, что иногда переходит в малиновый. Как вот этот вот 104 Chanel Bright Raspberry, так вот этот вот Last Minute от MAC. Он очень красиво выглядит на губах. И мне очень нравится. Но иметь два одинаковых нет никакого смысла. При том, что этот еще и суперстойкий, а этот может размазываться. Этот еще и стейнит губы. Этот еще и снят с производства. И довольно старый. И не факт вообще, что хороший все еще. Сейчас я его тоже понюхаю. Нет, пахнет он замечательно ванилькой, но в любом случае два одинаковых мне не нужно. Я всегда предпочту Chanel, потому что она более стойкая. Ну, то есть вообще даже в сравнении не идет. Это такой как очень яркий блеск. А это суперстойкая помада, тоже с глянцевым, с возможностью сделать ее глянцевого финиша, но только она не сдвинется. Так что всегда предпочту вот эту, тем более, что еще и цвет очень похожий. Бальзамная помада Chanel. Красная, но полупрозрачная на губах. Прекрасно обожаю летом такую формулу. У меня в этой формуле от Chanel 2, оттенок еще нежно-розовый. И вот эту вот я просто обожаю. Это металлическая помада от Lime Crime в оттенке Red Hot. Пахнет еще замечательно. Редко я ей пользуюсь. Такая очень новогодняя для меня, но в любом случае пока оставляю. И если честно, я даже думаю, что когда она у меня закончится, я по крайней мере попытаюсь купить такую же. Lime Crime меняли оттенки в этой формуле. У них некоторые оттенки поменялись, некоторые сняты с производства. Но мне кажется, что Red Hot еще существует. И если бы с ней что-то случилось, я бы скорее всего пошла и купила бы такую же. Так что из красных 4 оставляю, от одной избавляюсь. Это мои малиновые и ягодные и околофиолетовые и фуксиевые оттенки. Вот от этого никогда не избавлюсь. Urban Decay в оттенке Big Bang. Люблю, обожаю. Я говорила, что это была моя самая любимая формула блесков. Пока ее не сняли с производства и пока я не попробовала Rowan. И он совершенно потрясающий. Малиновый с голубыми блестками. И вот он более плотный, более насыщенный, чем блеск от Pet Magrat, который персиковый я показывала. Поэтому у меня гораздо чаще к нему тянется рука. Очень он мне нравится. Тоже помада, без которой жить не могу. Lancome. Лаковая помада. Надо ее тоже понюхать, кстати. Вроде все в порядке с ней. Она тоже одна из таких самых стареньких в моей коллекции. Но если бы она испортилась, я бы пошла и купила точно такую же. Мне очень нравится. Я хотела в этой формуле еще другие оттенки, но что-то не смогла ничего для себя подходящего выбрать. Ничего мне там не понравилось. Надо, может, еще подход сделать к этому стенду. Это помада от Smashbox, которая снята с производства. По крайней мере, этот оттенок публицист. Пахнет тоже нормально. Пока оставлю. Иногда тянется к ней рука. К тому же мне ее подарила мачеха, поэтому она для меня сентиментальную ценность имеет. Это помада от MAC. Мне не очень нравится по качеству, но у нее потрясающий оттенок, уникальный для моей коллекции. Я искала именно помаду такого оттенка и вот нашла в MAC. И хоть формула эта мне не супер нравится, но ради цвета я ее согласна терпеть. Эта помада вообще офигительного цвета. Это Tom Ford. Тоже я не в восторге от этой формулы помады Tom Ford, но ради такого потрясающего цвета, ну и ради того, что это Tom Ford, и я его купила с 50% скидкой, что мне тоже горит душу, я готова терпеть его в своей коллекции. Chanel Milky Blueberry. Двусторонняя помада. Опять же, надо ли снова ей петь дифирамбы? Думаю, что не надо. Люблю, обожаю. Помада от Zinters. Мне она очень нравится, но этой фирмы больше не существует. Пахнет она прекрасно. Ладно, оставлю пока. Вот от этого избавляюсь. Мне подарила этот блеск от Fenty Beauty. Маша Вебер. Оттенок называется Pretty Please. И она, когда там посылка ко мне ехала с огромными приключениями, и чуть ли не год добиралась. И когда Маша ее комплектовала и отправляла, она еще не знала, что мне не нравится форма блесков от Fenty. Ну, в смысле, не нравится запах и вкус их. И большое ей спасибо, что она положила мне на пробу. И цвет мне на самом деле очень нравится. Но вот с этим оттенком я вообще категорически не подружилась. Он так потрясающе красиво выглядит на губах. Но цвет моментально съедается, а серебристые блестки въедаются в губы. Я не могу. Мне сложно было принять это решение. И я долго, на самом деле, колебалась туда-сюда все-таки оставлять. Недавно сравнительно в видео была с этим блеском, и многие делали комплименты. Но мне его приходилось за то время, что я снимала видео, раза четыре подправлять. И это, конечно, никуда не годится. Тем более, что еще и вот эти серебристые блестки отдельные въедаются в губы. Pet Magretta Excusity Freelness, кажется, так называется эта помада. Очень красивая винная, ягодная помада. Она вроде как матовая считается, но у меня на моих губах она выглядит скорее как сатиновая. Не прям кремовая-кремовая, но не глухо матовая. Мне очень нравится. Я как бы очень позитивно отношусь. Единственный ее недостаток, что она не влазит в мои органайзеры, но зато у меня помады Pet Magretta стоят на фоне, там же, где палетки очень так красиво выставлены. Нежно-розовые и пыльно-розовые оттенки. Так, с чего начать? Во-первых, бальзам от Beko. Очень он мне нравится по качеству. К сожалению, больше не существует эта марка. Но он еще сравнительно новый и прекрасный-прекрасный цвет. Естественно, я его оставляю. Блески от Buxom обожаю. Одна из тоже моих любимых формул. Оттенок называется Lavender Cosmo. Видите, я довольно много его истратила. Это такой типично летний для меня продукт, потому что он с очень сильным ментоловым холодком и мятным запахом и вкусом. И поэтому я его очень люблю именно на лето, на жару. Все остальное время берегу. Ну, когда этот оттенок закончится, я еще что-нибудь 100% от Buxom куплю. Значит, это у меня Urban Decay в оттенке Sheer Raptor. Была долгое время моя самая любимая помада. Она снята с производства. И на самом деле у меня есть ощущение, что она испортилась. Пару раз, когда я ей пользовалась, у меня была такая как будто бы аллергия на губах. Я думаю, что я смело могу от нее избавиться. Мне есть чем ее заменить. Потому что... Потому что... Где? Потому что у меня есть теперь вот этот вот оттенок от Linda Halberg Goldstone, который называется. Они не идентичные, как вы видите, но на самом деле есть еще вот этот оттенок Linda Halberg Ametrine. И, в общем-то, они мне заменяют. Они вдвоем мне заменяют одну вот эту вот помаду. Как вы видите, я много достаточно ее истратила. И не хочу, честно говоря, рисковать и продолжать использовать помаду, от которой у меня есть ощущение. Это не факт, что была от нее аллергия, но пару раз такое было. Так что, пожалуй, со спокойной душой от нее избавлюсь. Ну, Linda Halberg, вы знаете, это моя одна из самых вообще любимых формул помад. В принципе, и самая любимая бальзамная помада на данный момент. Не именно этот оттенок Goldstone. Вообще, эта формула. У меня в ней уже три оттенка. И я хочу еще. Вот эту вот миниатюрку от Bare Minerals, это их муссовая матовая помада. Мне ее тоже прислала Маша Вебер в качестве подарка, презента. Но, к сожалению, у меня с ней совершенно не сложилось. Она на мне очень плохо носится. Красивый цвет, красиво выглядит. Но даже в течение видео, когда я вот видос один снимаю, это где-то в течение часа, если я разговариваю, у меня появляется белая полоска на губах. Поэтому от этой миниатюрки я тоже избавляюсь. Это, кстати, вторая бальзамная помада Chanel. Не смотрите, что она такого ядреного розового цвета. Она очень-очень полупрозрачная. Немножко похожа на этот бальзам от Beko по оттенку. Только, наверное, мне кажется, Beko даже еще более прозрачная. Потому что то все-таки бальзамная помада, а это тонированный бальзам. Ну да, они практически идентичные, но они мне пригодятся оба. Конечно же, двусторонняя помада от Chanel в оттенке Light Muff, который вообще нифига не Light Muff, а, по-моему, нежно-розовый. Ну, по крайней мере, на моей внешности. Я скажу так. Все-таки эта формула лучше всего подходит для ярких помад. Не для нюдовых, а для чего-то, что боишься размазать. Нюдовую я могу как бы и какую-то более подвижную формулу. Но мне она очень нравится. Я ей с удовольствием пользуюсь. Одно время прям только к ней тянулась рука, и не хотелось ничего другого. Это вот второй мой блеск от Pat McGrath. Оттенок Divine Rose. Очень красивый пыльно-розовый оттенок. Мне очень нравится, и с удовольствием его ношу. Хоть я сказала, это не самая-самая моя любимая формула от блесков, но она мне нравится. Fenty Beauty. Этот оттенок Mav Waves мне подарила подписчица, и он мне очень нравится по цвету, но он мне не очень нравится, опять же, по запаху и вкусу. Но он лучше по запаху и вкусу, чем вот эти классические блески с шиммером. А это оттенок классический Fussy. Ну, в смысле, как классический? Классический это Diamond Glow, это Fussy. И он, мне кажется, заканчивается. Я бы его... Не знаю. Нет, я от него избавлюсь, слушайте. Прямо я не знаю. Но он мне не нравится. Мне реально приходится... Мне нравится, как он выглядит на губах, но мне не нравится запах и мне не нравится вкус. Избавлюсь. Хватает у меня продуктов для губ и в этом цвете, и, в общем-то, нет смысла. Единственное, что меня смущает, что меня останавливает, что такое ощущение, что эта миниатюрка уже подходит к концу, и, видимо, ее просто выкинуть придется, никому не отдавать, ничего. Да, ну и в этой же пыльно-розовой гамме у меня еще оттенок Charlie от Rowan, и в ягодной гамме вот этот вот оттенок Scott. Я их не показала, но, естественно, это новинки, я их оставляю. Бежевые и коричневые. Так, ну здесь моя тоже сравнительная обновка. Линда Халберг в оттенке Famous. Я не знаю, мне кажется, я очень сильно зачастила с ним видео и точно не буду от него избавляться. Конечно же, двусторонняя Chanel. Этот оттенок называется Intense Rosewood. Я его купила сначала маме, но мне так понравилось, что я его оставила себе, и маме так и не купила повторно. Вот эта вот двусторонняя помада от NYX в оттенке Global Citizen была у меня в фаворитах. Удивительно, она, конечно же, не идет в сравнение с Chanel ни по качеству жидкой матовой помады, ни по красоте оттенков в этой линейке, но у меня часто к ней тянулась рука. То ли оттенок удачный, то ли что. Ну, в общем, мне она понравилась. Я летом очень много ей пользовалась. Вот от этой я буду избавляться. Это L'Oreal Color Reshine в оттенке 642. И это такой... На всех говорят, что это холодный нюд, а на мне это реальный персик. Мне она не очень нравится, как выглядит на губах. Я буду избавляться от нее. Да, да, определенно да. Вот от этой я не буду избавляться. Catrice Power Plumping Gel Lipstick. Мне их когда-то прислали на обзор чуть ли не всю линейку, ну или, по крайней мере, большое количество. Я постепенно, постепенно, постепенно избавлялась. И вот осталась у меня одна в 0,10 оттенке. Это почти что консилерные губы были, если бы она не была супер прозрачной. Видите, почти что цвет моей кожи. Но за счет этого она дико универсальная, с разными карандашами, дает разный эффект. И очень такой классный. Мне, короче, нравится она. Две вот эти у меня помады от Essence. С одной все надписи сошли. Insta Care Lipstick. И оттенок называется Daily Maybe. Очень красивая помада. Слушайте, вот эта, по-моему, отломалась у меня. Ладно, я попробую еще ее. Вообще, нет, не буду пробовать. Выброшу эту, потому что эту мне подарила. Она абсолютно новая. Мне ее подарила подписчица. Только колпачки поменяю. Хотя они, по-моему, оба треснутые. Короче, это я вспомнила. Она у меня то ли подплавилась, то ли подломилась. И ей уже неудобно пользоваться. И поскольку у меня есть альтернатива, то имеет смысл как бы поменять. Они сняты, к сожалению, с производства. Прекрасная была линейка помад. Я надеюсь, что Катрис ее вернет в какой-то момент. И тоже подарок от подписчицы. Это Рилуи Ламиа Италия серия оттенок 0.8. Вроде все с ней в порядке. Очень красивый нейтральный оттенок. На мне прям нюдовый нюд. На многих выглядит холодным. Но мне он очень нравится. И по качеству не уступает Urban Decay или каким-то там Chanel. Ну, не вот этим. Вот эти бальзамные помады от Chanel более прозрачные, чем Рилуи. Но вообще, как бы, качество на уровне люкса. Вот эту серию Ламиа Италия очень рекомендую. Если у вас есть доступ к марке Рилуи. А, вот остался. Тоже избавляюсь. Make Up For Ever Artist Nude Cream. И оттенок называется 03 Bluff. Категорически не нравится, как мне носится. Хотя красиво выглядит. И это миниатюрка. И она там уже... Я уже достала этот самый стоппер. Блин, может быть оставить? Блин, нет. Неудобно ей уже пользоваться. Я достала стоппер, и ей стало неудобно пользоваться. Короче, избавляюсь. Все. Нафиг, 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 нафиг. И последняя категория, которую я называю условно мои вампирские помады. Вот это от Lime Crime в оттенке Posh. По-моему, закончилась. Там, видите, уже с трудом можно наскрести. Это очень жаль, потому что этот оттенок сняли с производства. Он очень красивый фиолетовый металлик. У них есть другой фиолетовый металлик. Мне кажется, что он поярче, но я, возможно, его возьму в какой-то момент. Странно, но мне очень нравится эта формула именно металликов. Именно металлических застывающих помаду Lime Crime. Она не такая сушащая, как основная. И как-то вот, ну не знаю. Мне очень нравился этот оттенок. Вот красный у меня еще остался. И прям тянет, честно говоря, его повторить. Наверное, не буду ради него одного делать заказ. Но если будет какая-то оказия, то определенно кину в корзину. Ну а сейчас будем считать, что он закончился. Тем более, что он очень старый. Он у меня тоже один из первых из этих Lime Crime появился. И наверняка, наверняка ему уже кранты. Также избавляюсь вот от этой вот, от Hourglass помады One Time. Она, ой, господи, она отвратительно пахнет. Она мне пришла сразу такая с запашком. И мне за нее Beautylish вернул деньги. Я думала, что, может быть, я все-таки ей попользуюсь. Но нет, запах просто категорически мне не нравится. Ну, определенно она испортилась. То есть я слышала, что люди жалуются на то, что эти помады Hourglass плохо пахнут. Если у вас помада Hourglass вот такая вот, вот в таком вот формате неприятно пахнет, то у вас она порченная. Пишите в службу поддержки и пусть вам возвращают деньги. Потому что вот, допустим, вот эта помада в оттенке If I Could, да, такой очень красивый, вот она ничем не пахнет, если сильно-сильно принюхиваться немножечко ванилькой. А вот эта воняет, эти crayons, мелками этими пластилиновыми. Так что, если вам попалась Hourglass и она плохо пахнет, пишите в техподдержку, вам должны вернуть за нее деньги. Эту я, естественно, оставляю. Так же, как я и оставляю вот эту потрясающую помаду от Pet. О, боже, в оттенке экзотика. Кстати, блин, смотрите, какие они близкие. Но все равно я их обе люблю. Никому не отдам. Вот это вот Art Deco, шоколадно-коричневая, я ей крайне редко пользуюсь. Но когда вот что-то такое нужно, она мне очень нравится. То же самое, что касается вот этой помады от Essence в оттенке. Серия называется This Is Me, оттенок 08 Strong. Это типа считались нюды, и это, видимо, нюд для какого-то очень темного оттенка кожи. Слушайте, это такой уникальный цвет. Мне не нравятся эти помады по формуле, но я никогда в жизни не встречала такого оттенка. С ней приходится повозиться, чтобы она красиво выглядела на губах. Но оно того стоит, я считаю. И поэтому я ее сохраняю. Для каких-то вот таких креативных макияжей с вампирским цветом губ. Одна из моих самых любимых помад. Я когда делала видео, если бы мне пришлось оставить только один продукт в каждой категории, то вот эту помаду я выбрала. Это Tom Ford. Бальзамная их помада Ultra Shine Lip Color в оттенке 04 Lucius. То ли снят с производства, то ли просто везде распродан. Очень сложно найти этот оттенок в наличии, хотя сама помада, сама линейка существует. Потрясающий оттенок при каком-то освещении шоколадный, при каком-то сливовый, при каком-то вампирский. Можно разжижить и получить нюдовый. Прекрасные румяна из него получаются. Люблю, обожаю. Ну и, конечно, Линда Халберг. Что-то в какой-то момент я стала все свочить. Линда Халберг в оттенке Ametrine. Я недавно выкладывала, свочи люблю. Обожаю эту формулу, хочу в ней еще оттенки. Итого от двух избавляюсь и шесть оставляю. Могу только показать еще бальзам черный, прозрачный от Pet Magrat. Естественно, не избавляюсь от него. Мне он очень нравится и по техническим характеристикам. И просто красивый. Ну и такие совсем уходовые бальзамы типа Carmex я вам вообще решила не показывать. Потому что, ну вот, наверное, это такой на грани, что вроде как это и уходовый бальзам. Но такой красивый кейс, такое красивое оформление, что я его скорее к макияжу отношу. А такие бальзамчики типа Carmex или типа вот Anthony у меня очень мне нравятся. Я их особо даже в этой категории не рассматриваю. Это уход. Это на сегодня все. Большое спасибо вам за просмотр. Не пропустите следующее видео, в котором я буду расхламлять свои продукты для глаз. В том числе и самое интересное, конечно же, палетки. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Пока.